сегодня я проведу небольшой ликбез от турции почему турция турция одно из немногих направлений открытых сейчас для туризма в турцию можно спокойно улететь из россии из многих других стран не требуется никаких тестов и карантинов для прибытия в турцию соответственно вы прилетаете и в общем-то путешествуете наслаждаетесь страной здесь может у вас возникнуть такое некое противоречие что турция это пляжный отдых это какое-то там тюленье настроение и толпы туристов какие-то дешевые там развлечения аниматоры предстающие продавцы сувениров и всякой ерунды турки горячие турки называющие там каждую белую женщину наташи и приглашающий приглашающие ее там в гости или на дискотеку вот эти стереотипы они конечно существуют они очень прочные связаны с тем что в основном путевки в турцию именно отдых по путевкам очень дешевые поэтому люди скорее всего принимают решение не ехать в турцию самостоятельно ехать по путевке потому что это получается дешевле это уже организованно и вроде бы есть какие-то гарантии классного отдыха красивый отель инфраструктура шведский стол и все такое прочее такое решение скорее всего придет к тому что вы получите опять тот же самый опыт о котором мы только что говорили поэтому я советую всем ехать в турцию и путешествовать по турции самостоятельно вот мы сейчас разберемся в том как делать и как-то все организовать что там с транспортом что со страной что с местами куда ехать когда ехать на чем ехать и вообще как к этому подготовиться во первых интересно ли в турции помимо побережья средиземноморского где в основном находятся все курорты турция это огромная страна в которой есть и горы и пустыни и побережья разных малей в том числе таких разных как средиземное и черное море и это абсолютно разные регионы люди в этих регионах немножко отличаются вот они все примерно объединены одним языком одной культуре много про регионы есть средиземноморское побережье которое известно всем своими там курортами анталии тимер и так далее и так далее и так далее есть пустынные местности на границе с сирией на самой границе сейчас не очень спокойно потому что в сирии до сих пор какие-то там непонятки и военные действия происходят но в принципе приграничные регионы они очень интересные и свободных посещения там есть древние античные храмы полузасыпанные песком и руины и много всяких классных интересных мест есть значит средиземноморское побережье и помимо того что там расположены основные курорты там очень много классных природных мест там проходит например ликийская тропа мы еще поговорим про походы трекинг там находится много древних городов из-за античной цивилизации гре древней греции финики и ликийского царства и так далее и так далее то есть там очень много руин очень много классных мест затопленные города находящиеся под водой очень много природных интересных штук типа там пухт лагун очень красивое море и довольно хорошая инфраструктура то есть везде есть дороги почти везде можно доехать на транспорте на своем либо на общественном много городов поэтому везде можно остановиться легко и как бы всей туристической инфраструктурой тоже пользоваться что как бы для нас даже для самостоятельных путешественников это большой плюс есть побережье мраморного и идейского моря это участок от средиземного моря к стамбулу да и к босфору где соединяются собственно средиземное море и черное море этот участок тоже интересного менее известный как вот основная часть средиземноморского побережья там тоже очень много там есть такие целые полуострова с интересными тоже скалами бухтами лесами и так далее в некоторых местах прямо ну вот в непосредственной близости там в паре километров от берега находятся острова которые принадлежат греции и кое-куда даже можно там ходит паромное сообщение наверное при наличии шенгена можно даже вот посещать эти греческие острова я так не делал но скорее всего это возможно дальше стамбул сам по себе очень интересный большой город исторические насыщенными разными разными штуками там и культурный туризм очень интересный и просто как современный город со своими там субкультурами музыкой какими-то тусовками очень интересные старые рынки мечети ну и вообще в принципе очень приятный классный город в котором ну там спокойно неделю провести можно вообще не не мучаясь тем чем заняться вот дальше черноморская побережье она менее известны потому что ну выбирая для пляжного отдыха с земной моле или черноморская конечно лучше выбирать средиземная вот но тем не менее черноморской побережье она тоже по-своему интересная там своя культура чуть-чуть немножко отличаются турки те которые живут на юге и те которые живут на севере собственно черноморском побережье и там есть такие вещи мы во первых там есть гряда гор она ближе к границе с грузией находится вот там тоже есть интересные места и монастыри в скалах и есть хребты и горы по которым можно полазить трекинг какой-то там поделать ну сама сама побережье не очень интересно потому что вдоль него идет хайвей но тем не менее там какие-то локально есть маленькие прикольные места и там есть в районе города ризе там выращивают чай и собственно там есть чайные сады можно туда съездить посмотреть на фабрике погулять ну в общем тоже там такая своя прикольная атмосфера и центральная часть турции то есть мы так по периметру сейчас до пробежались центральная часть турции это такие пустынно-холмистые известняковые скалы это известная каппадокия все видели фотографии с такими необычной формы скалами и воздушными шарами в большом количестве парящими над этими скалами вот это собственно каппадокия каппадокия очень интересное место там тоже была старая такая уникальная культура с пещерными городами до сих пор там дома жилые и сейчас очень много из них переоборудованы в отеле и рестораны они вырублены прямо в скалах находится внутри скалы . красиво очень аутентично все там хорошо сделано со вкусом тоже есть туристическая инфраструктура но тем не менее для самостоятельного путешественника тоже никаких проблем и интереса не меньше то есть это огромная зона с несколькими старыми городками по которым можно перемещаться то есть там такие долины из вот в этих известняковых скалах с вырубленными пещерами с какими-то городками випоинтами и так далее то есть там очень интересно просто погулять пешком например по этим долинам встречать там рассвет и закаты и так далее ну и плюс там есть вся туристическая движуха типа воздушных шаров лошадок квадроцикл и всего такого прочего то есть по этой местности можно там перемещаться разными способами и в общем там ее изучать в общем это вот примерно все что как бы есть в турции то есть есть два моря на самом деле даже больше есть стамбул как отдельное такое место есть средиземноморские курорты либо супер такие туристические либо просто дикие бухты и так далее есть трекинговые маршруты есть каппадокия центральная часть пустынная есть пустыни на юго-востоке рядом сирии на границе с сирией есть черноморское побережье и холмы в той части даже горы вот по мере всего прочего еще на территории турции находится арарат это собственно самая высокая вершина турции это пятитысячник 5165 его высота вот на который можно подняться то есть туда совершают восхождение и это трекинговое восхождение то есть не нужны никакие альпинистские навыки и знания там небольшое оборудование это все организуется на месте там местные проводники курды обязательно потому что арарат он находится на границе турции и армении но вот тем не менее сейчас на него восхождение со стороны турции в основном практикуется дальше значит поговорим про то самостоятельно подходит ли это страна для самостоятельных путешествий вот значит она подходит по многим причинам то есть когда мы говорим о самостоятельных путешествиях основном это люди с небольшим опытом путешествия в других стран скажем как минимум с небольшими навыками да там ориентироваться на местности в чужой культуре и в основном самостоятельные путешествия они более долгие скажем дать чем путешествия там организованы и более бюджетные опять же потому что нужно на большее количество времени растягивать какой-то там доступный бюджет вот значит плюсы турции для самостоятельных путешествий очень хороший транспорт то есть в принципе хорошие дороги автобусное сообщение не очень дорогое но очень удобно то есть почти все города связаны между собой автобусным сообщением вот второе это автостоп очень-очень хорошо автостопиться в турции очень легко просто вообще с удовольствием подвозят даже иногда на довольно большие расстояния потому что турки тоже активно перемещаются по дорогам внутри страны в том числе внутренний туризм у них там довольно развит и бывают эти интересные в общем-то встречи когда автостопишь еще один плюс это внутренние авиалинии то есть внутренние авиаперелеты они очень-очень дешевые в турции это же очень много аэропортов поэтому все части турции они связаны авиасообщения то есть перемещаться довольно дешево и легко даже если вы там бюджетный самостоятельный путешественник из еще из плюсов еда то есть еда очень дешевая много всего производится в турции фрукты и овощи все это растет там есть прям промышленные города теплицы где-то все выращивается в большом объеме экспортируется вот хорошего качества еда молочка сыр и мясо все это есть большом количестве турки сами любят покушать очень много всяких локальных ресторанов и заведений то есть едой проблем вообще нет и она довольно дешевая по сравнению с другими странами то есть наверное на уровне но от каких-то азиатских стран дорогих где обычно мы путешествуем еще из плюсов можно наверное перечислить ну такую гостеприимность то есть турки очень гостеприимный очень открытые там с удовольствием общаются помогают в плане порядка турция очень безопасная сторона помимо того что она ну такая умеренно исламистская да то есть в основном мусульмане все но очень такие лайтовые то есть у меня нет за за многие путешествия в турцию не было никогда на почве лиги никаких вообще там проблем или даже разговоров то есть они наоборот гость гостя нужно как бы очень хорошо встретить это и в культуре и в религии есть еще там безопасно потому что в принципе армия и полиция у них очень хорошо функционирует то есть ну там люди скажем так уважительно там боятся полиции при этом в принципе никакого там произвола или каких-то сложностей со стороны полиции я не встречал даже когда например ездил за рулем и полиция останавливала то обычно они даже но видя что иностранец они просто могли поговорить и даже часто там не проверяли документы отпускали и так далее то есть очень такие довольно лояльные и в принципе за помощью обращаться к полиции тоже очень ну можно там если вы там куда-то потерялись еще что-то нужно там сделать решить вот это все без проблем то есть недорого безопасно и хорошая инфраструктура хорошая еда и главное интересная культура потому что турция находится в таком месте где очень много культур там за последние тысячелетия сменяли друг друга очень много всяких исторических событий было и вот следы все отголосли и всяких там цивилизации старых они там все остались ну и сама турецкая культура текущая она тоже интересная очень то есть мне турки показались очень вежливыми очень такими ну скажем образованными да такими в меру интеллектуальными то есть интересными в общении вот и тут можно перейти к таким неким минусом и первый большой минус это язык очень очень мало людей в турции говорить по-английски в основном это скорее какая-то такая вот ну молодежь и средних лет люди и только где-нибудь в стамбуле в основном путешествуя по большей части турции не туристической будет только турецкий язык и английский понимают ну прям совсем там не знаю несколько слов несколько человек поэтому будут всегда пытаться говорить по турецки даже понимая что вы не говорите по турецки и даже если выучить фразу там я не говорю по турецки все равно люди будут как-то вот стараться коммуницировать на турецком вот ну какие советы можно выучить какое-то количество слов и фраз на турецком ну например там связаны с какими-то базовыми там нуждами да там еды транспорта еще чего-то это будет помогать вот можно пользоваться каким-нибудь переводчиком типа google translate тоже часто это выручает и в общем то в общем то можно наладить коммуникацию и турецкий язык хоть он и необычный но он в принципе для нас нормально звучит потому что у нас много русском языке заимствование из тюркских языков и какие-то слова даже звучат там также как и русском языке потому что они были заимствованы и пишется все латиницей в принципе то есть это не иероглифы не какие-то там азиатские закорючки и поэтому в принципе там название городов или каких-то там важных вещей их можно прочитать или название блюд в меню вот то есть язык проблема но проблема в принципе решаемо и опять же с какой-то стороны это такой плюс потому что вот этот разрыв коммуникации он наоборот порождает какое-то желание повзаимодействовать помочь соответственно взаимодействовать там не знаю по месте там покушав или совершив какой-то хороший поступок потому что нет возможности ну просто поговорить даю и вот эту энергию просто там слить в какой-то разговор на одном языке еще из проблем из проблем но можно сказать для самостоятельных путешественников что жилье чуть-чуть дороже чем например в той же самой привычной азии вот по жилье мы еще сейчас отдельно говорим есть там нюансы то есть в целом путешествие может быть довольно бюджетным немножко вот по жилью чуть больше затрат и аренда транспорта то есть машины тоже не очень дешевые ну например в азии много где можно значительно дешевле отдавать транспорт а ну вот как раз по транспорту значит как я сказал общественный транспорт очень хорошие автобусы и самолеты автостоп очень хорошо работает иногда вообще выходишь на дорогу и даже руку не поднимаешь машины останавливаются подвозят там все все классно понимают там куда тебе надо и подвозят без проблем и очень классное путешествие на своем транспорте то есть можно либо приехать в турцию но сейчас это как бы нереально потому что нужно через грузию ехать и можно арендовать транспорт вот машине очень круто по турции путешествую потому что ну довольно большие расстояния очень много интересных мест и ну по мне самостоятельное путешествие это когда ты попадаешь в какие-то неожиданные незапланированные места и ситуации вот это самое обычно интересное там и гостеприимство людей проявляется и в принципе какие-то там неожиданные интересные находки случаются поэтому арендовать машину и поездить на машине это ну классная идея много прокатных контор международных это можно легко загуглить в любом аэропорте можно снять автомобиль там все сразу будет со страховкой со всеми делами то есть принципе вообще можно не переживать сел и поехал значит по жилью есть несколько нюансов во первых booking до booking.com привычно где мы бронируем в основном жилье так как это самый на там большой выбор отелей и страны искать это спецпредложения все такое прочее вот в турции на территории турции booking не работает то есть зайдя в интернет турецкий вы не сможете зайти на сайт booking.com и что-то забронировать то есть забронировать вы можете на booking.com до поездки в турцию и с другой стороны ну и наверное через vpn я если честно не пробовал это делать в турции наверное через vpn тоже можно зайти и сделать бронирование жилья там принципе много представлено есть турецкие сайты тоже несколько по бронированию жилья но с ними немножко сложно взаимодействие потому что все на турецком редко сайт переведены на английский и ну как бы так сложновато но если есть опыт и уверенность то тоже можно такие сайты загуглить например сахи биндын если правильно произношу вот этот большой сайт где очень много жилья там и краткосрочная особенно долгосрочная аренда я в ссылку закинул в описании ссылку на этот сайт вот можете зайти посмотреть там и цены и вообще значит можно путешествовать в принципе если вы как бы налегке и с опытом и хотите тоже классный опыт самостоятельно путешествовать то классно ехать с палаткой просто в принципе круглый год в турции тепло только в горных районах там бывает какой-то снег и заморозки и только вот там несколько месяцев зимой лето осень весна это тепло и можно вообще не переживать по поводу того чтобы там где-то замерзнуть вот поэтому палаточка легкая простая палатка может вообще очень здорово выручать тем более в турции можно палатку ставить практически везде очень много природных зон очень много каких-то сельскохозяйственных зон то есть принцип природы и простора очень много и я думаю вообще никто из местных жителей никогда не откажет там поставить палатку не где-нибудь в огороде или возле дома если но вы там переживаете за какую-то безопасность вот соответственно палатка и автостоп это прямо две вещи которые легко делаются в турции и делают самостоятельно путешествия в принципе легким и интересным при этом можно купить в турции все необходимое такое путешествие потому что у них есть декатлон сеть очень много всего в принципе производится в турции вот хорошие цены и можно даже это все там прилететь и купить на месте есть еще каучсерфинг например если кто-то в курсе в принципе в турции довольно много каучсерфинга и люди вписывают тоже можно останавливаться вот это бюджетно это интересно в основном каучсерферы говорят по-английски хотя бы чуть-чуть и часто это еще какие-то иностранцы живущие в турции вот кому такой формат как бы подходит там как вот взаимодействие с людьми гостите вот это все прочее то каучсерфинг тоже очень 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 классный вариант соответственно там палатка каучсерфинг это получается палатка автостоп каучсерфинг это самый самый бюджетный и интересный вариант путешествия по турции и реальный что меня больше всего выручает я как для себя в принципе принял как удобный вариант это airbnb принципе довольно много хостов то есть тех кто сдает жилье на airbnb в турции в разных городках очень тоже интересные всякие иногда персонажи появляются и в принципе многие сейчас кто сдает занимается арендой как бизнесом они в курсе и выкладывают туда свое жилье опять же чуть-чуть это повыше может быть чем по ценам чем такой в среднем по недорогой азии там грузии так далее чуть чуть подороже но тоже бывают какое-то там новое предложение или скидка или там скидка на неделю ну в общем если поиграть с датами с местами и так далее то можно классное жилье найти по airbnb очень классный вариант я рекомендую с него наверное начинать особенно если вы ну немножко ожидаете какого-то большего комфорта чем там палаточные до путешествия или например я очень часто путешествую но так как я снимаю то у меня все с собой оборудование это там и ноутбук и камера и еще какие-то там гаджеты поэтому мне часто неудобно жить в палатке потому что ты не можешь оставить эти вещи чтобы пойти погулять там не знаю купаться или в горы сходить или еще куда-то вот я для себя выбрал airbnb самый такой вариант удобные классные в то же время довольно недорогой а по сравнению там с европой например и коротко по ценам то жилье чуть дороже чем в азии но по-прежнему доступная транспорт довольно недорогой в перелеты очень дешевые внутренние автобусы ну скажем не супер дешевые но нормально вполне вот аренда машин ну что-то там в районе наверно 30 40 долларов где-то стоит можно дешевле найти но вот среднем я бы на такие это цены ориентировался еда дешевая еды много мобильная связь с мобильной связью интернет кстати вот до важная тоже тема для тех кто работает в принципе сейчас вот последние годы интернет становится нормальным раньше он похуже был вот сейчас и мобильный интернет есть там ну не очень дешевый не самый там может быть классный если сравнивать с другими странами но тем не менее он есть то есть можно купить sim-карту и пользоваться вот чуть-чуть это дороже получается чем там в той же азии где ты можешь практически без проблем пойти в любом киоске взять sim-карту здесь она все-таки там чего-то стоит я вообще редко пользуюсь общем мобильным интернетом в турции все отели все кафешки везде есть вай-фай поэтому в принципе там но быть на связи несложно и ну в общем не знаю для меня не проблема интернет но вот тем кто работает должен стану на связи лучше этот момент заранее там загуглить выбрать может быть какого-то там оператора какой-то тариф чтобы точно знать то что опять же учитывайте когда вы пойдете даже магазин сотовой связи за этой синкой будет сложно коммуницировать потому что мало людей говорят по-английски опять же объяснить какие-то тонкие детали и нюансы иногда ну тоже будет сложно может быть только вот больших туристических городах ну и понятно все эти породы там типа анталии и вот этих городов там можно даже найти турков которые говорят на то что по-английски а по-русски поэтому есть смысл какие-то сложные может быть вопросы связанные там ну не знаю там не дай бог там со здоровьем там да если вам нужно в больницу обратиться или покупкой там какой-то сложной там сим-карты с особенным тарифом или оформление какой-то там юридической истории вот это все имеет смысл делать каких-нибудь таких курортных городах где в принципе даже можно найти русскоговорящего турка или какого-нибудь местного экспата или переводчика то есть там очень много живет русскоязычных и поэтому сопутствующая инфраструктура есть и наверняка можно даже найти госпиталь где доктор будет говорить по-русски вот что ну конечно в каких-то моментах может быть очень удобно так отдельный момент прогул я бы хотел поговорить про город я сейчас активно искал варианты где где можно в общем-то сходить в горы и турция это одна из немногих стран которые сейчас открыты и свободны для посещения и довольно доступны на и по деньгам и по расстоянию в турции есть горы вот поэтому мы планируем осенью а осень это вообще супер сезон для турции то есть это бархатный сезон на море уже не так жарко еще не холодно ну в общем самый самый такой получается кайф по погоде по климату и есть как минимум два маршрута это ликийская тропа ликийская тропа это такой третинговый маршрут идущий по побережью средиземного моря через красивые бухты такие леса заповедные через разные старинные городки всегда можно сойти к морю всегда можно выйти на дорогу то есть это такой довольно простой безопасный маршрута особенно если нет большого опыта там нахождение в каких-то диких условиях литийская тропа и второе это восхождение на арарат я уже говорил это пятитысячник при этом это восхождение не категорийное то есть не требуется каких-то там альпинистских навыков в сопровождении с гидом небольшой группой с палаточными лагерями ну примерно 7 дней занимает с прилетом и вылетом из турции это восхождение вот это очень интересно это необычно там застанем немножко снега потому что вершина арарата она всегда покрыта такой снежный снежным настом вот и он довольно легкий потому что арарат это вулканическая гора то есть это потухший вулкан старый соответственно у него довольно такой не скалистый рельеф довольно простой для восхождения вот так что в турции есть горы есть еще и другие маршруты вот которые тоже будем смотреть изучать и при этом классный вариант потому что можно сочетать горы с морем и с какими-то культурным туризмом вот это очень классное направление куда можно поехать прямо сейчас собственно об этом и было видео я сказал какие-то основные моменты по поводу организации такого путешествия если о чем-то не сказал напишите мне в комментарии или в личные сообщения я в принципе всем отвечу или если наберется какой-то там список вопросов напишу запишу дополнение к этому видео вот поэтому давайте до встречи в турции